В этом году впервые праздничное богослужение в честь входа Господня в Иерусалим проходило в формате прямой трансляции. Жители округа могли посетить службу, не выходя из дома, удобным способом. Трансляция велась в соцсетях и в эфире телеканала Одинцова. Коснулись изменения и причастия. Немногочисленных прихожан, которые посетили вербное воскресенье храм, причащались соблюдением всех необходимых мер. Это один из двух десятых праздников и всегда мы воспоминаем это событие ровно за неделю до праздника воскресенья Христова. И если мы свои взоры обратим на тот период и посмотрим, как же происходило вот это событие, то увидим, что оно происходило в большой чести, оно происходило очень торжественно, когда Господь наш Иисус Христос входил в Иерусалим. Сейчас непростое для всех время, в том числе и для верующих людей. Привычное посещение храмов не рекомендовано, а с 13 апреля и вовсе ограничено. Это нужно для безопасности и защиты здоровья прихожан. Ковид-19 распространяется быстро. Именно поэтому лучше молиться дома, как сказал патриарх. Мы надеемся и убываем на слова Спасителя, что врата Ада никогда не одолеют Церковь. И никогда не одолеют нас с вами, если мы с вами будем послушными чадами Церкви Христовой. Церковь – организм Бога, человеческий. И мы с вами, как люди, которые живут здесь, на земле, и верят в Бога, должны эту составляющую беречь. Беречь, потому что именно эта составляющая является для нас очень важной и многоценной. Богочинный Церкви Одинцовского округа выразил благодарность коллективу телеканала Одинцова за помощь в организации трансляции богослужения. Пасхальную службу проведут в таком же формате. Благодаря сегодня этим людям прямая трансляция ведется не только в социальных сетях, но и на телевидении города Одинцова. Искренне приношу вам благодарность за тот труд, за то служение, которое вы совершили сегодня. И еще и еще раз всех вас прошу не оставлять молитву, и еще раз помнить о том, что мы за все должны благодарить Бога. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.